Здравствуйте! Сегодня я хочу вам рассказать про такое лекарственное растение, как алоэ древовидное. В народе это растение также называют столетник, ранник, алоэ и доктор. Цветет алоэ в зимние месяце, но не каждый год. Алоэ это засухоустойчивое растение, произрастающее в полупустынных областях Африки и Индии. В нашей стране алоэ разводится как лекарственное растение на Кавказе, в Крыму и Средней Азии, а также повсеместно культивируется как комнатное растение. Возделывается алоэ на плантациях лекарственных растений и выращивается в комнатах. Применяемая часть этого растения, листья и сок, собирают круглый год. Химический состав алоэ. Алоэ содержит алоины, это смесь нескольких антрогликозидов. Также содержит смолистое вещество, витамины и фитонциды. Слабительное действие алоэ зависит от наличия в нем алоина и смолистого вещества. Применение алоэ. Сок листьев возбуждает аппетит, улучшает пищеварение, обладает слабительным, желчегонным, сильным тонизирующим, противовоспалительным, бактерицидным и рано зашивляющим действием. В народной медицине свежие листья, их сок и настой из алоэ издано с успехом используют для лечения ран, незаживающих язв и различных кожных заболеваниях, а также как средство регулирующее менструации. Свежий сок листьев, а еще лучше листьев, выдержанных в темноте, применяют для лечения туберкулеза легких. В научной медицине свежие листья, мазь из сока алоэ и эмульсию алоэ употребляют для лечения ожогов и дерматитов, кожных заболеваний. Эмульсию изготавливают из сока листьев, выдержанных в темноте при невысокой температуре, в смеси с кастровым и эвкалиптовым маслом. Медицина использует и сгущенный затвердевший сок алоэ, который называется сабур. Его используют как слабительное средство, вызывающее усиление перистальтики толстого отдела кишок. В очень малых дозах сабур улучшает пищеварение и возбуждает аппетит, как и водный настой алоэ. Сабур и свежий сок алоэ вызывают приток крови к тазовым органам, поэтому их нельзя применять при беременности, менструациях и геморрое. Академик Филатов предложил пользоваться экстрактом из листьев алоэ, предварительно выдержанных в темноте при температуре от 4 до 8 градусов выше нуля. При этих условиях в листьях алоэ вырабатываются особые вещества, которые усиливают жизненные процессы в тканях. Эти вещества были названы биогенными стимуляторами. Применение препаратов с биогенными стимуляторами дало прекрасные результаты в борьбе с различными трудоизлечимыми заболеваниями. Стерильный экстракт из листьев алоэ с биогенными стимуляторами употребляют по назначению врачей для подкожных инъекций. Способ применения алоэ. Свежий сок листьев, выдержанных в темноте, смешать с салом и медом по следующему рецепту. Свиного сала или гусиного жира, масла сливочного, меда, какао в порошке по 100 частей каждого. Сока листьев алоэ 15 частей. Одну столовую ложку этой смеси размешать в одном стакане горячего молока. Принимать два раза в день при туберкулезе. Продолжение следует...